Предпринимателям Якутска объяснили, почему они платят за свет больше, чем их коллеги в соседних регионах страны. Энергетики и представители бизнеса обсудили проблему перекрестного субсидирования. Жители юга и центра Якутии вынуждены платить за содержание Крайнего Севера. Впрочем, уже с нового года государство обещает урегулировать проблему, взяв расходы на себя. Все подробности далее. Бетономешалка предпринимателя Игоря Лоик практически не останавливается. Строители торопятся до начала морозов завершить работу с цементом. Объемы производства радуют владельца, но вместе с ними растет энергопотребление. Потребляем большое количество электроэнергии, и когда такие расценки, конечно, нас это очень затрагивает. Прошедшее повышение цен на электроэнергию отразилось на платежах предпринимателя. Впрочем, регулярно дорожают бензин, газ и прочие энергоносители. Они же провоцируют рост тарифов на электричество. Получается замкнутый круг. Удорожание дизельного топлива – это 1 миллиард рублей. И еще 1 миллиард рублей – это уход потребителей Южной Якутии на оптовый рынок. На внутрикорпоративные издержки в июльском повышении цен не заложено ни рубля. Об этом предпринимателям рассказали на встрече с топ-менеджерами компании «Якутск Энерго». Потребителям объяснили, что такое перекрестное субсидирование и какая ведется работа по снижению издержек. Я считаю, что предприниматели побольше погрузились в проблематику республиканскую. Вопросы экономики республики Дальнего Востока. Энергетики подсчитали, что за содержание дизельных электростанций потребители в год платят 8 миллиардов рублей. Именно на такой компенсации из федерального бюджета настаивают в правительстве Якутии. Ожидается, что механизм по снижению энерготарифов начнет работать с 1 января 2017 года. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова